Здарова, народ! Хотел бы сделать разборчик на такую песню, как Anger. Это у нас группа Downset, была такая в 90-е, да, она и сейчас есть. И начал разбирать эту песню потихонечку. Мы её слушали, когда были тинейджерами, такая она популярная песня была. И мне стало интересно, о чём она на самом деле, какой там текст. Я решил почитать текст, и всплыла очень интересная такая любопытная история, откуда вообще эта песня, что побудил он написать её. Я уже покопался, посмотрел, и даже такая, я бы сказал, с таким неприятным оттенком вообще вот эта песня у нас. Downset группа Anger. Давайте посмотрим с вами, откуда идут эти корни и о чём там поётся. Вот у нас группа Downset. Вот так они выглядят сейчас уже, больше в наши времена. Вот это у них вокалист, второй справа. И заметьте, как у них выглядел первый альбом, он так и назывался Downset. То есть здесь у нас какой-то человек с американским флагом. У нас здесь написано ложь у него на лбу. То есть он так обвязан американским флагом, то есть как будто бы его прям душит эта Америка. Сверху на него как будто бы НЛО светит луч вертолёта. Как мы с вами понимаем, этот вертолёт, он, наверное, полицейский, скорее всего. Раз мы с вами о Лос-Анджелесе говорим и вообще о Америке. То есть вот изначально от картин к альбому вот такая вот. То есть довольно такая протестующая. Человек плачет, смотрит одним глазом на нас. То есть как бы взывает о помощи. Плюс, видите, у неё ещё руки за спиной. И походу он ещё и остановлен полицией. То есть он на досмотре как будто бы стоит. Давайте посмотрим на её текст. Вот у нас текст этой песни. Переведён просто в Google Translate, чтобы мы особо тут не парились. Давайте посмотрим, с чего начинается у нас эта песня. Ну, Anger, понятно, это у нас гнев. Гнев, гнев они там орут в этой песне. Гнев, враждебность к оппозиции, да, первая строчка. Так, мы пойдём-то с вами дальше, значит, смотрите. 187, LA Trademark. Что это у нас такое? 187. Trademark – это у нас торговая марка. Торговая марка Los Angeles 187. Оказывается, 187. Мы с вами найдём вот такую вот информацию по этому числу. Вот здесь у меня выделено, что я хочу сказать. Здесь написано, что число 187 у нас – это число убийств и преступлений. Видите? Crime of Murder. Здесь также написано, что это у нас сленговое выражение. То есть это сленг такой. И число 187 используется бандами Америки как синоним убийств и криминала. То есть 187. Вот такое вот число. Соответственно, мы с вами возвращаемся к первой строчке, что 187 LA Trademark – это имеется в виду. Типа, как я понимаю, визитная карточка LA, то есть это вот преступление, убийство. И дальше тут говорится, не приходите на поля смерти и так далее. То есть полная отсылка к бандам, к вооружённым бандам, которые творят хаос. Вот это вот первая строчка у нас. Дальше в этой строчке у нас говорится, потому что Вилли, Ира и Дэрил тебя заберут, тебя возьмут, да? Кто такой Вилли, Ира и Дэрил? То есть смотрите, если мы с вами посмотрим, кто такой вот этот Дэрил, имеется в виду. Имеется в виду, скорее всего, вот этот человек Дэрил Гейтс. Это у нас шеф Лос-Анджелесского полицейского департамента. Начиная с 1978 года по 1992 год он возглавлял Лос-Анджелесский департамент полиции. То есть известный как ЛАПТ. Вот это, знаете, да, аббревиатура. Л-А-П-Д. Вот этот человек. Вот такая тема идёт, я её выделял. Написано, после происшествия с Родни Кинг, вот этот чернокожий, которого избила полиция Лос-Анджелеса в 1991 году. Это было дело. Вот видите, написано, что здесь было. Он был зверски избит полицией Лос-Анджелеса в 1991 году. И после этого ЛА восстали. Было восстание. И вот этого Дэрил Гейтса отправили на пенсию с полицейского департамента. То есть был большой-большой скандал. Мы с вами возвращаемся опять к словам этой песни. И дальше, значит, тут говорится, ты облажался, будешь мёртв, потому что ты погуляешь, и так оно и будет. То есть тут имеется в виду то, что вот этот вот Дэрил с полицейским департаментом Лос-Анджелеса тебя также убьют, доберутся до тебя, когда ты будешь просто прогуливаться. Понятно, да, какая аллегория здесь? Дальше смотрите, что здесь говорится в этом тексте. Я ненавижу лос-анджелесских свиней с большой страстью, потому что мой папа был убит этой, так скажем, чёртовой лос-анджелесской полицией. Да, они убили моего папу, да, они убили моего папу. И если мы это не вернём, если мы не развернём вот эти дела, то они убьют и меня. Вот такой вот текст. Вот у нас вот эта вторая половина первого куплета. То есть прямая отсылка к тому, что полиция убивает людей, убила даже она папу, вот этого вокалиста, видимо, да, из этой строчки. И он их называет лос-анджелесские свиньи. Давайте посмотрим с вами про его папашу, что случилось. Единственная информация, которая есть в интернете по этому поводу, это вот здесь, тоже в Википедии, такая небольшая страничка. Вот этот вот Рэй Оропезо, это вот вокалист этой группы Downset из Лос-Анджелеса, он, видите, написано Контанте. Контанте это по-испански певец. Вот такая вот строчка. То, что он у нас из центрального Лос-Анджелеса. И здесь вот написано по-итальянски, что его отец был убит на перестрелке с полицией. С Лос-Анджелесской полицией. То есть, вот этот LA Police Department, да, вы видите, вот он. Также, кстати, написано, что вот этот вокалист пробовался вместе с Заком Даля Рочи в группу Ratchet Against the Machine, как вокалист основной. То есть, могло бы быть то, что и он там вокалист, а не Зак Даля Рочи. Но, как известно, Зак Даля Рочи у нас социальный такой активист, очень активно выступающий там за разные оппозиции. То есть, он такой политический очень деятель. И вот этот вот Рэй Оропезо, видимо, тоже. То есть, да, действительно, как говорится вот в этой строчке, они убили моего папу, они убили моего папу. Действительно, так и есть. То есть, его папа убил вот этот вот Лос-Анджелесский департамент полиции. Но, опять же, заметьте, в перестрелке, то есть, что делал там его отец в перестрелке с полицией, непонятно. То есть, нормальные люди на перестрелке не ходят. То есть, тут тоже, да, что такое, кто они такие, все из каких банд, непонятно. Дальше мы с вами читаем по тексту. Здесь, короче, идет вот этот текст. Нас интересует одно здесь. Вот эта надпись. Вот она, выделенная. 29 апреля, Лос-Анджелес, свиньи, невиновные дураки, расплата за Флоренцию и Нормандию. Что такое 29 апреля, Лос-Анджелес? И что такое расплата за Флоренцию и Нормандию? 29 апреля в Лос-Анджелесе произошел у нас вот такой большой, неимоверно большой инцидент. Как мы с вами можем видеть, вот здесь написано апрель 29. То есть, вот конкретно про это число у нас идет речь. Тут написано, что после суда присяжных 4 полицейских были оправданы после избиения вот этого человека, который я вам показывал в начале. И на следующий день начались беспорядки в Лос-Анджелесе. То есть, начался просто полный хаос. В принципе, то, что мы с вами наблюдаем и сейчас происходит, да, если вы следите за новостями, что происходит в Америке на данный момент. 29 апреля начались погромы, то есть, народ начал сходить с ума, все крушить. Продолжалось это несколько дней, по-моему, там 5 дней это продолжалось. В итоге всего этого 63 человека были убиты, 2383 были ранены и более чем 12 тысяч были арестованы. Было нанесено ущерба более чем на 1 миллион долларов в итоге этого всего. И, в общем, банды вот эти вот, они творили невероятные вообще вещи. Вот до этого у нас дошло дело в 92-м году. Видите, да, тут уже полиция даже и армия подключилась. Были вот такие надписи, то есть, полицейский департамент виновны, то есть, вот все такое прочее. А вот у нас фотография вот этой вот Флоренции и Нормандии. Это у нас вот этот угол, на котором машина стоит. То есть, вот этот вот пятачок, вот эта вот улица. Вот этот пятачок, он у нас называется как раз вот этот Флоренция и Нормандия. Типа улица что-то, типа того. Давайте посмотрим, что здесь творилось в апреле 29-го. Если мы с вами откроем Ютуб, посмотрим. Была очень большая шумиха по поводу вот этого 92-го года. Очень много видео, там очень много телепередач. Давайте посмотрим примерно, что вообще творилось. Вот здесь идет съемка с вертолета полицейского. То есть, вот видите, что происходит. Вандализм, там машины останавливают, вытаскивают, смотрите, человека оттуда. Вот эти вот банды подбегают, крушат вообще на глушняк все. Вытаскивают вот этого водителя, разбивают машину полностью. Нарастает здесь народ, прибывает сюда, на вот этот угол, как раз вот этот Флоренция и Нормандия. Вот он показан здесь. Разграбливают магазин, короче, выносит все из магазина, что возможно там есть. То есть, идет у нас такой вандализм тут. Полностью разграбливают магазин конкретно. Потом его еще и сожгут даже в итоге. Видите, выносят вообще все на глушняк. Все выносят. Видите, тормозят машины. Вытаскивают оттуда водители. Начинают водители просто пинать. То есть, просто избивают конкретно на глушняк. Избивали там жестко вообще вот эти люди всех. Видите, вытаскивают водителя. Начинают просто крушить его. Просто ногами, всем подряд, короче, его просто спинают. То есть, ну, просто жесть, короче. Просто жесть вообще. Кидают в него что-то, там, каким-то этим самым огнетушителем в него кинул, железным. Это вообще жесть, просто жесть. Еще иногда, ну, вообще, короче, просто жесть. Вот так вот, короче, в таком вот виде лежит мужик. Страсти накаляются здесь. И вот нам интересен вот этот момент как раз. То есть, вот они тоже достали мужика. Смотрите, сейчас вот он ему ударит вот этой белой фигней по голове. Вот это белое, то, что он ударил, это бетон вообще был. То есть, начинать жестко просто избивать вот этого мужика. Вот из этой вот именно красной машины. Вот на этом мы сейчас поподробнее остановимся. Что было с этим мужиком дальше. Мужик, видите, лежит. Кровище там, короче, у него, в общем, он просто никакой. Давайте прочитаем как раз про этого мужика. Что произошло вообще с этим водителем. В Википедии здесь информация про это то, что это был 36-летний водитель строительного самосвала, на которого напали в первый день беспорядок. Атака была описана как преступление на почве ненависти, когда белый человек Дэнни стал жертвой своей расы в ответ на жестокое обращение полиции с Кингом. То есть, вот с этим вот человеком, которого полиция запинала. Этот человек не знал, что он вот на этой фурине своей въезжает прямо в самый центр беспорядков. Въезжает на перекресток Нормандии вот этой вот. Дальше здесь описывается полностью, как это было, как они его достали оттуда. Но и самое интересное дальше. Смотрите, на видеозаписи с вертолета было видно, как Дэнни вытащили из своего грузовика, избили кулаками, пнули и ударили окаменелым блоком. Написано, что вот этот водитель грузовика, значит Дэнни, он перенес приступ, его череп был сломан в 91 месте в итоге, и кусочки этого черепа проникли в мозг. Его левый глаз был так сильно вывихнут, что он упал бы в его пазуху, если бы хирурги не заменили раздробленную кость куском пластика. Хотя постоянный кратер остается на лбу, несмотря на попытки исправить его. То есть вот так вот обошлись с человеком. Это мы с вами все видим вот здесь как раз тоже в Википедии. Здесь вот это вот описано. Атака на вот этого Дэнни, на вот этого водителя грузовика. Вот она фотография оттуда с вертолета. Вот что потом было с этим водителем грузовика, которого они остановили. Единственное фото есть в сети. Дальше вот эти беспорядки только усилились. То есть шли они 5 дней. То есть вот эти зверства были в Лос-Анджелесе. Вот с этого перекрестка все начиналось. В итоге все это перешло в бусты. Вот в такие начались поджоги. Гореть начало. Вот эти вот машины начали сжечь. В итоге ночью все горело. Горели дома какие-то там в Лос-Анджелесе. Вот в этом 92-м году. Это вот апрель 29-го. То есть все это перешло вот в такие вещи. Лос-Анджелес был весь в дыму. Вот такой вот. Вот такая вот картина была. То есть просто тотальный вандализм вообще. тотальный. То есть ужас вообще, что творилось. Вот эти 5 дней. Вот такие вот дела. Прикиньте. Дальше мы с вами читаем в этом тексте. Я иду прямо из центра этого всего. Из Лос-Анджелеса. То есть как бы отсылка к тому, что он из этой толпы как бы. Дальше у нас здесь с вами написано. Истинный синий ублюдок на протяжении многих лет. Ну то есть отсылка к полицейским опять. Дальше кто есть на самом деле настоящий ублюдок. И типа в конце там знай наших. Центральный юг Лос-Анджелеса. То есть типа знай наших. И дальше значит. Да что ты вообще знаешь об этом? Поддельный ублюдок. Короче в общем сюда больше не суйся. Вот такая тема. Типа отсылка к тому, что я тут вообще преступник из гетто. То есть вот такой вот текст. Очень агрессивный. Дальше у нас здесь поется значит. У меня есть гнев. У тебя есть гнев. У нас есть гнев. Выпусти этот гнев. То есть песня явно взывающая к беспорядкам. То есть вот об этом инциденте. И дальше он там орет. 29 апреля. Вот это вот Флоренция и Нормандия. То есть вот этот перекресток постоянно повторяет вот эту фразу. Дальше ругается на все вот это вот правительство здесь. Короче постоянный факт модафак все время. То есть очень и очень жесткий текст. Конкретно вот об этом событии. О котором я вам сейчас показывал. Вот такая у нас группа. Вот это вот Downset. Вот об этом ихняя песенка Энгар оказывается. А мы-то там вообще слушали это все когда тинейджерами были. Не понимали даже о чем. Так веселая. Она вроде песенка веселая. А оказывается видите эта песня о том что они как бы получаются на стороне вот этих вот людей. Которые беспорядки. Вот эти вели которые мы с вами видели. То есть типа это ответка полиции. То есть вот эта вот война с полицией. То есть но они явно не на стороне полиции. Вот эти вот люди из Downset были в том 92 году. Вот с этой песенкой. Жесткий текст про конкретное событие. Это кстати тоже интересная тема. По поводу моего вот этого видео Курта Кобейна. Где Куртни Лав созналась в том что заказали его все таки. Это было убийство Курта Кобейна. То что в песне явно говорится и описывается событие того что происходило в 94 году. Когда Кобейна нашли мертвого в своем доме. И тут по поводу того что врет творчество или нет. Вот видите вот песню мы взяли копнули. И досконально здесь описывается и событие и все. То есть песня конкретно полностью об этом событии. Каждая строчка. Что ж вот такое вот интересное видео. Не знаю насколько оно интересно. Но любопытно. Я что-то копнул эту песню. Прям удивился на самом деле насколько все жестко. Все таки вообще вот этот Лос-Анджелес. Вот эта вот группа Downset. То есть песенка вообще не смешная. Песенка такая получается оппозиционная. То есть как бы против системы реально против вот этих вот полицейских. Да видите здесь как раз уже и армию они пригнали в 92 году. Чтобы этот конфликт разрешить. Но он пять дней шел этот конфликт. Видите сколько всего тут у нас пожгли они. Тут практически пострадал целый район вот этого ЭЛЭ. Удивительные вещи конечно. Творятся в стране Голливуда. Представляете да. Насколько все так сказать документально. И вот такая вот песня. То есть призыв вот к этим всем оппозиционным войнам. Да. То есть песня такая. Далеко не такой не позитивный смысл. У нее как мы вот думали когда были тинейджерами. Там типа. Вау. Энга. Что-то такое знаете. Просто такая знаете альтернативщина такая прикольная. Там наверное текст какой-то с шутками припаутками. А нет. Оказывается вот так вот все серьезно. Даже более чем серьезно. То есть чисто внутри американские вот эти вот разборки. Невеселая конечно картина. Итак до следующих видео. Пока. До свидания. Субтитры подогнал Игорь Негода.